Пока я смотрел видеоролики GTA самп ютуберов, в GTA CRMP произошло много всего интересного. Поэтому сегодня в этом видео мы разберем некоторые новости, вернее даже, наверное, одну новость, потому что она всего одна. Почему-то BlackRush и перестали что-то публиковать вообще хоть что-то, и ты сидишь такой думаешь, ага, а чем бы снять? А что бы такое сделать? А что бы еще нужно вообще людям, которые смотрят всю вот эту вот BlackRush на моем GTA самп и GTA реакционам и на всех моих вот этих вот прочих каналах? То есть что им нужно еще? Я не особо понимаю, и как вообще со всем этим то ли бороться, то ли не нужно с этим делать ничего подобного. Однако, ладно, давайте уже, ну, наверное, то ли приступим ко всем вот этим вот вещам, то ли сделаем еще какие-то... Я не знаю, давайте не будем над этим запариваться, загоняться и прочие вещи так же делать, потому что, ну, это никому не нужно, это никому не надо. И в целом, давайте не будем вот со всем этим тут как-то вот заниматься и вообще неважно, без понятия и так далее. Ам, идем. Завтра, это было 8 мая, а сейчас как бы, ну, наверное, то ли 14 число, то ли 15, то ли 16, я не знаю, когда выйдет данный видеоролик. В общем-то, уже открылся BlackRush вот свой... В общем, давайте новость самому прочитаю, а потом уже все остальное пойдет. Завтра BlackRush открывает свой 14 сервер под названием Crimson Guard. Тем самым, опередив, а тут, знаете ли, проект написан, но я его замажу, потому что, ну, типа, он тут не нужен вообще. Вы, наверное, если вы знаете, какой проект, вы знаете, какой проект, вы на нем не играете или играете, но делаете это все молча, тихо, чтобы никто не видел, чтобы никто не слышал, чтобы никто вас не осуждал. Либо же вы там, я не знаю, не знаете, что это за проект, да и, в общем-то, наверное, то ли слава богу, то ли непонятно зачем, то ли непонятно чего, то ли непонятно для чего все это нужно. в общем-то, что-то наподобие того, однако, есть и прочие вещи, которые сегодня мы с вами тут обсудим, во-первых, то, что из-за того, что я рассказал о том, что вот открывается 13 сервак, я пропустил 14, то есть, буквально, вот, когда у них там была новость о том, что открывается 13 сервак, сейчас вот я даже посмотрю, то есть, все это было 2 мая, то есть, 2 мая они открыли 13 сервак, я об этом сделал новость, я об этом все рассказал, я об этом все сделал, потом у них вот 9 мая открывается их 14 сервак, и, в общем-то, мы с этим как-то живем, мы с этим как-то существуем, пытаемся, по крайней мере, сосуществовать, и если у кого-то не получается, то, наверное, это в какой-то степени, хотя, наверное, это в большей степени его проблемы, и тут я думаю, что ничего с этим не поделать, Однако, уже так как я из будущего немного, и сервак уже, в общем-то, открылся, и серваком уже, в общем-то, все понятно, все хорошо и все замечательно, то давайте вот перейдем к вещам, которые мы должны перейти, наверное, или не должны перейти, в общем-то, 14 сервак, давайте вот, вообще, если вот так подумать, то они могут открыть еще вот там, не знаю, завтра, послезавтра, во время, возможно, каких-нибудь летних каникул, Когда все люди уйдут, там, возможно, 1 июня, или там уже ближе к середине лета, они могут открыть уже и 15 проект, то есть, я думаю, что в этом плане они сейчас начнут нарабатывать все вот эти вот, знаете, обновления, все вот это вот делать, как-то вот подогревать весь вот этот вот интерес, несмотря на то, что на Black Rush уже большое количество обновлений, и проведена вот эта вот вся работа над мелочами, и проведено все вот это вот прочее, то, что вам, возможно, всем нужно, или, возможно, вам даже всем не нужно, я не знаю, как все это происходит, В общем-то, даже несмотря на все это, еще есть вещи, которые на Black Rush можно добавить, и которые на Black Rush будут смотреться замечательно. Если даже не замечательно, то хотя бы, ну, более-менее хорошо, более-менее нормально, и более-менее так, что вот это все должно выглядеть нормально. То есть не так, что это будут там какие-нибудь, я не знаю, летающие мотоциклы, летающие машины, DeLorean из «Назад в будущее», как сейчас все это происходит в GTA 5 Online, нет. Но в целом, у Black Rush еще есть что добавлять в рамках вот всего вот этого, всей вот этой вот криминальной России по сети мультиплеер и так далее. Я думаю, что вы понимаете, к чему я вообще все это веду. Все все понимают, если сказать вот так вот кратко, поэтому я не думаю, что еще нужно что-то добавлять, что-то пересказывать, что-то рассказывать, потому что, ну, в большей степени абсолютно всем все понятно. И если сейчас Black Rush, вот, допустим, послезавтра объявит о том, что она открывает еще один сервак, то есть уже там 15-й, получается, будет. Во-первых, непонятно, откуда они будут дальше брать название, по-моему, цвета уже скоро закончатся, и как они будут называть, я жду, когда появятся Black Rush и серо-бур-малиновый, только все это будет, знаете, в английской раскладке, как-то, по-моему, это не Кирилл Лайн на латинице же, или вроде того. То есть, в целом, я жду вот этот вот весь момент, однако же, я буду следить за развитием всех вот этих вот событий на Black Rush, что там будет с серверами, что там будет с онлайном и так далее. Я буду вас держать в курсе, поэтому подписывайтесь на канал, не отписывайтесь, а подписывайтесь на канал, и, в общем-то, оставляйте свои комментарии по данным видеороликам. Я играл на проекте Black Rush, ссылка на скачивание лаунчера находится в описании данного видеоролика, там же находится мой никнейм Данила КПРФ, и там же находится мой промокод хэштег ЗДС. Если вам все это нужно, если вам, как бы, не безразлична судьба вашей страны, то заходите, скачивайте, играйте, и, в общем-то, продолжайте все свои прочие вещи. На проекте Black Rush и на всех прочих вещах я играю на 11 сервере Индиго, если мало ли кто-то не знает. Вот, спасибо, пока, до свидания, не важно, и все прочее. Пока.